Особое мнение на 101FM Мы с Яном Чеботаревым начнем, наверное, с самой громкой темы последних двух дней Это история подростка, давайте так пока его называть, молодого человека, мальчика его по-разному называют Который якобы планировал массовые убийства в одной из школ То ли города Кирова, то ли Кировской области, даже силовики наши местные расходятся в показаниях Потому что тоже где-то что-то слышали И в этой ситуации я понимаю, что комментировать сложно, не комментировать нельзя Но сложно высказывать мнение по поводу того, что ты не знаешь в подробностях, да, или достоверно не знаешь Потому что про ребенка говорят и 13 лет, была такая версия и 16 лет, и Киров, и Кировская область А был ли мальчик? А сегодня уже, да, назвали там и номер школы наши коллеги Вот, и это Кировская школа И в общем, да, а был ли мальчик? Этот вопрос задают в социальных сетях Поэтому вот возникает какой вопрос То есть вся эта история, насколько она достоверна Насколько она такова, как ее преподносят СМИ федеральные и региональные Из разряда планировал массовые убийства Вот, и в таком случае, собственно говоря, если нет, то что это было? Ну, Аня, вы знаете, во-первых, вы абсолютно правы Очень тяжело комментировать что-то, что ты до конца не знаешь и не понимаешь Я могу единственно предположить, что, скорее всего, за всем этим конфликтом все-таки стоят взрослые Вот что-то мне подсказывает А что вы имеете в виду? Родители? А я сейчас поясню, да Учителя? Значит, насколько я понимаю ситуацию Вот ребенок действительно существовал И существует И где-то он есть И очевидно, это действительно мальчик И где-то в общении, то ли в интернете, то ли в чате, то ли на форуме каком-то Говорят, что он в чате с одноклассниками Да, обронил где-то Картинки начали выкладывать Обронил где-то Не то слово Неправильно сформулировал свою мысль Но это достаточно распространенная вещь Меня пару раз родители привлекали к представлениях, интересах в школах Когда действительно возникал какой-то конфликт Между учениками или учениками взрослыми? И все это фактически переходило в публичную плоскость В разборку посвящались органы полиции И исключительно благодаря тому, что Один, например, ребенок, услышав от другого какое-то слово Которое воспринял как угрозу возможную Сообщил об этом своим родителям И те, соответственно, уже надумав себе не ведь что Побежали бить во все колокола Обращаться в все возможные органы Ну и, соответственно, все это перешло из разряда детской шалости Неосторожно сказанного слова без какого-либо злого умысла В уже глобальной разборке, связанной с постановкой детей На профилактический учет какой-то и прочее Ладно, удалось это все отстоять Слава Богу, здравый смысл присутствует У наших органов в большинстве своем Что-то мне подсказывает, что и здесь мы рано или поздно поймем, что здесь имеет место быть обыкновенный детский какой-то конфликт И какие-то, возможно, неправильно понятые слова Ну он картинки выкладывал, Колумбай, извините Да, в запале были сказаны Слушайте, ну, я не знаю, сколько лет этому мальчику 13, 14, 16 Еще раз Чаще всего называют 16 Ну, у нас не Соединенные Штаты Свободного хранения, продажи огнестрельного оружия у нас нет В 13 и даже в 16 лет Дети не настолько хорошо знают неорганическую химию, как правило Есть, конечно, отдельные муникумы Это мы по поводу взрывчатых веществ Например, да Детский омбудсмен Владимир Шабардин говорит, что не обнаружили у подростка ни оружие, ни взрывчатки Да, конечно, нет Просто, на мой взгляд, это действительно все-таки Вот этот конфликт, он несколько фейковый Первой причиной детский конфликт, скорее всего, имеет место быть А вот все остальное, это уже придумки, простите, взрослых Или родителей, или учителей, или чрезмерно ретивых служителей правопорядка А вот смотрите сейчас В таком случае, если это все настолько незначительные истории, раздутые, да И некоторые СМИ сообщают, что школьник продолжает обучение и находится под подпиской о невыезде Что сложно было бы предположить, если бы он действительно планировал массовое убийство Зачем же тогда об этом говорить на федеральном уровне, да еще на таком крупном совещании? Это раз И второй вопрос А не получится ли так, что раз уж вся эта история вывалилась вот так вот прям массово в информационное поле То теперь силовики с этим ребенком все-таки что-то сделают Как-то его накажут Какое-то жестокое наказание вас ждет Ой-ой-ой, да В счет жестокого наказания здесь, я думаю, что страшного все-таки ничего не произойдет Слава Богу, Господь нас миловал Никакого теракта не было, никакой перестрелки, взрыва и прочие вещи Вопросы умысла на совершение какого-либо общественно опасного деяния Ну, я полагаю, что правоохранительные органы разберутся, установят, действительно ли имело место быть приготовление к чему-то Действительно ли ребенок пытался создать какое-нибудь взрывчатое вещество Вел ли какие-то действия, направленные на приготовление к совершению общественно опасного деяния Если этого ничего нет, я полагаю, что здесь кончится все это просто ничем На пустом месте придумать террористический акт достаточно проблемно Хотя, безусловно, при известной толике старания, безусловно, можно Зачем тогда об этом так громко заявляют? Это уже вопрос к тем средствам массовой информации, которые начали выдавать непроверенную до конца информацию Нет, а они ссылались все на замминистра МВД Я сейчас не помню, как точно его, ага, по противодействию экстремизму Ну и, а где факты? А фактов нет В следствии скажут несовершеннолетние, не имеем права раскрывать Ну, может быть, так и скажут Но, тем не менее, информация все равно с течением времени просочится в публичное поле Я думаю, что если органы правопорядка никакую информацию слушателям давать не будут и читателям Ну, тогда эту информацию мы получим от родителей Если дойдет дело до какого-то судебного акта, до приговора, до, упаси Боже, осуждения ребенка До назначения ему какого-то наказания Я не думаю, честно говоря, что это все настолько серьезно Но, тем не менее, конечно, дети есть разные Исключать нельзя ничего Нам остается только подождать Я всего-навсего высказал сейчас свое видение всей этой истории Информации пока абсолютной ноль Тем более, что мой жизненный опыт подсказывает, что, как правило, как правило, дети действительно могут Могут в запале при наличии какого-то межличностного конфликта Который, как известно мне, действительно у мальчика был Могут что-нибудь не подумавши и ляпнуть, простите И на основании этого дальше уже все завернется Да, взрослые уже додумают и начнут накручивать сами себя и окружающих Яныч Батарев, юрист в нашей студии Есть у нас две минуты до перерыва Поэтому мы приступаем к следующей теме Тема объемная Тема не первый раз в нашем эфире звучит Это следствие, уже судебное следствие по делу Парка Победы Да, оно уже закончилось, уже принято, по-моему, еще не завершилось Да, но сегодня принято решение возобновить судебное следствие Ух, да, то есть, в общем, там для меня не очень понятная, конечно, история Почему и что это даст Но прокуратура попросила возобновить судебное следствие Для допроса в качестве свидетеля и следователя по особо важным делам Кириллова Эксперта Шейна Возникли вопросы по обстоятельствам назначения и проведения судебных экспертиз В частности, уточнение объема прав и обязанностей экспертов А также дат назначения проведения экспертиз Пишет портал свой Кировский Ну, вот, то есть Ходатайство удовлетворили Да Суд постановил возобновить судебное следствие Ну, разумно, разумно, разумно Это, по большому счету, очевидно связано с выступлениями стороны защиты в судебных прениях Когда ставилась под сомнение процессуальная верность оформления тех документов Которые следствие полагает догазывающими вину господина Ефаркина И, естественно, сторона обвинения, прокуратура Решила подкрепить свою позицию дополнительно допросив и экспертов И следователя, который назначал проведение этой экспертизы Хотя, на мой взгляд, на мой взгляд Это все-таки не является самым важным Вот лично у меня, как у юриста, возникает вопрос, связанный с датой На которую проводилась оценка того земельного участка Который фактически выбыл из муниципальной собственности Почему? Сделка же, которая была оценена в 300 с небольшим тысяч рублей 338, по-моему Да, это та сумма, по которой этот земельный участок был приобретен Кировским заводом охотничьего рыболовного снаряжения Свершена несколько лет назад А итоговая экспертиза, которая определила стоимость этого участка В 160 с лишним миллионов рублей 165, 300, по-моему, 50 сколько-то Спасибо, Аня, за внимательность Не помню точно, да Да, значит, математика не мой конек Значит, 160 с лишним миллионов рублей проводилось по состоянию на, простите, фактически нынешнее время на 2018 год Мне представляется это не совсем правильным, если ставится под сомнение стоимость, по которой этот земельный участок отчуждался Нужно сравнивать все-таки сопоставимые вещи То есть, если он был продан в 2012, по-моему По-моему, могу путать Давным-давно Был продан за 338 тысяч рублей То следует проверять его стоимость именно на тот момент Зачем нам, сколько он стоит сейчас Через 3 года, через 5 лет, через 10 лет он, очевидно, будет стоить еще дороже Мы что, это тоже Ефаркину будем в вино ставить? Что земельный участок с течением времени дорожает? Либо он дорожает в связи с тем, что меняется целевое назначение Либо вид разрешенного использования Непонятно абсолютно Никоим образом не пытаюсь каким-то образом заранее оправдать господина Ефаркина Более того, полагаю, что подозрения в отношении него имеют право на существование С учетом выступлений тех свидетелей Но ошибки со стороны следствия, на мой взгляд, имеют место быть И то, что прокуратура пытается их как-то поправить сейчас, ну, посмотрим Яна Чеботарев, в нашей студии Мы сейчас делаем полуминутный перерыв по регламенту и вернемся в студию Еще продолжим Особое мнение на 101FM Яна Чеботарев, в нашей студии мы продолжаем про дело Парка Победы говорить Все еще эта тема мейнстрим в наших эфирах и в сообщениях других СМИ Потому что суд еще не завершен, суд еще продолжается Собственно, вот недавняя информация Я так понимаю, что это уже в стадии премии происходило Для Леонида Ефаркина прокуратура запросила 8,5 лет Адвокаты потребовали оправдать своего подзащитного Ну, а что касается материальной стороны вопроса, да, то прокуроры попросили удовлетворить иски на 118 рублей от Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Миллионов Да, миллионов рублей, да, совершенно верно Учредителем которого и является Леонид Ефаркин И иск на 165 миллионов рублей от городской администрации Ну и штраф в миллион рублей, что там на фоне предыдущих сумм кажется немножко смешным И вот здесь мне, например, не очень понятно У нас долгое время говорилось о том, что участок в Парке Победы, этот самый участок, он должен быть возвращен городу Если участок возвращается в город, почему город просит 165 миллионов рублей? А с вопросом об ущербе к Зорсу, да, на 118 миллионов, тут мне тоже не очень все понятно Ну, это на самом деле не так сложно, Аня, ведь в настоящий момент собственником этого земельного участка является уже не господин Ефаркин, не экзорс, а абсолютно добросовестный приобретатель Достаточно крупный, известный Кировский спецмонтаж Я не хотел называть Нет, отчего, мы можем сказать, потому что это уже давно на слуху Обвинительная компания Я вижу два варианта развития событий Если суд при постановлении приговора, а то, что он будет обвинительным, ну, я все-таки считаю, что это будет именно так Рассмотрит этот вопрос и удовлетворит этот иск в полном объеме Я полагаю, что вернуть земли Парка Победы в муниципальную собственность будет достаточно тяжело Потому что этот приговор фактически легитимизирует обладание этим участком добросовестным приобретателем То есть строительной компанией, которая его купила Да, да, да Значит, в то же время, если по любым основаниям, а это бывает очень часто Суд оставит разрешение вопроса об удовлетворении гражданского иска за скобками приговора, который будет выноситься Например, указав в нем, что этот вопрос подлежит рассмотрению в рамках гражданского судопроизводства Нуждается в уточнении суммы причиненного ущерба и прочее То тогда, если этот приговор вступит в законную силу Этот приговор будет являться самостоятельным основанием для оспаривания всех последующих сделок Которые с этим участком были совершены после того, как этот участок выбыл из собственности муниципального образования города Киров Тогда все сделки, которые были с ним совершены, можно признать недействительными И этот участок вернется фактически в муниципальную собственность Тем самым отпадет вопрос о взыскании какого-либо ущерба, который был причинен муниципальному образованию Потому что этот ущерб фактически будет нивелирован тем, что земельный участок вернется Штраф, да, безусловно, в таком случае остается и исполняется самостоятельно Но ущерба не будет уже Вот я вижу два основных варианта развития событий Если удовлетворят гражданский иск с вероятностью близкой к 100% Можно предполагать, что участок навсегда потерян для муниципального образования Если не удовлетворяют гражданский иск, то тогда, наоборот, скорее всего, этот земельный участок вернется Правда, для этого потребуется самостоятельный судебный процесс В самостоятельном смысле гражданском суде Да, нужно будет выходить в арбитражный суд Кировской области Ссылаясь на то, что этот земельный участок выбыл из владения муниципального образования Помимо его воли, что установлено будет приговором суда, например Оспаривать те сделки, которые были совершены И требовать виндикации, то есть возврата этого земельного участка назад в казну Слушайте, как вы интересно сказали, вы был из обладания предыдущим собственником против его воли Ничего себе против его воли Это формулировка из гражданского кодекса Мне сложно сейчас было воспроизвести Но все, что украдено, все, что похищено, все считается выбывшим из обладания собственника помимо его воли Слушайте, ну очень интересно Если честник был введен в заблуждение, либо это имущество было тайно похищено, если это кража Ну здесь-то, конечно, это не кража Значит, соответственно, здесь речь идет о каком-то обмане То есть в любом случае воля муниципального образования на выбытие этого земельного участка из казны Фактически сформировалось не свободно, а под влиянием Обмана Фактически, да Обмана Что порочит как первую сделку, так и все последующие Ага А кто-то из людей, вот этих вот несчастных, обманутых в отношении А, как их называют следствия, их неустановленные должностные лица Кто-то из них понесет ответственность какую-то все-таки или нет? Потому что вот тянется, 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 тянется это дело Выделено вот уже отдельное производство в отношении неустановленных должностных лиц Что будет? Давайте, вот что будет, где мой любимый бубен? Значит, сейчас расскажу, что было, что будет Но на самом деле, как бывший следователь, полагаю, что следствие ведется тактически очень грамотно Очень правильно было выделить дело господина Ефаркина в самостоятельное производство Я думаю, что после того, как приговор в отношении него вступит в законную силу Вот то дело, которое возбуждено в отношении неустановленных пока лиц Которое ведется в настоящий момент Получит дополнительное развитие У следствия откроется второе дыхание И мы узнаем много нового и интересного В том числе имена В том числе имена и фамилии, и должности даже Сроки примерные Можем назвать, когда это произойдет? Ну, то есть понятно, что после приговора, как я понимаю, да? После приговора Леонида Ефаркина Ну, смотрите, сам по себе приговор, вынесение приговора, рассмотрение этого дела Находится на завершающей стадии Прошли первичные прения Правда, суд к ним вернется, когда заслушает Экспертов Экспертов Следователя Следователя Потом последнее слово Постановление приговора Обжалование Я думаю, что месяца через 4, когда вступит в законную силу, уже будет что-то известно Я полагаю, что это, ну, туда-сюда февраль Где-то в феврале Ок, говорит Ян Чеботарев, юрист Давайте потом проверим Проверим обязательно, да, угадали или нет Можно тотализатор, кстати говоря, устроить Нельзя-нельзя, это запрещено Запрещено законом Ладно, не будем тогда в эфире об этом 13.26, 4 минуты до перерыва Я предлагаю еще одну тему взять Постараемся каратенчико ее обсудить Я тут, будучи в отъезде в течение недели Наблюдала в своей ленте В фейсбуке Совершенно, конечно, печальную картину У меня там есть и москвичи, и кировчане В моей ленте То есть, вот, примерно их поровну И те, и другие Возгласами просто полнились Они мерзнут, люди мерзнут У людей вопрос один Почему, когда резко наступает похолодание Невозможно Как-то к этому, ну, заранее подготовиться И достаточно оперативно дать тепло Мало того, есть график составленный Кому-то обещали дать 19-го Не дали еще 23-го В квартирах 14 градусов Дети болеют Люди тратятся на лекарства И, собственно говоря, непонятно А кому предъявлять-то И можно ли? Можно На самом деле здесь Сложного особо ничего нет У нас установлено правило Которое говорит о том Что при снижении средней дневной температуры Ниже 5 градусов По шкале Цельсия Отопление должно быть Неинтересно закону Почему его нет Успели, не успели Труба лопнула, еще что-то Если это какая-то экстренная авария Которая произошла Только-только Вот только что Ну, можно, конечно Вести речь об обоснованности Прекращения теплоснабжения На какое-то время Ну, тогда в силу вступают Другие нормы О том, что существуют Конкретные временные промежутки В течение которых Эта авария должна быть устранена Да они точно так же Не исчисляются неделями Там счет идет в часах В этой части Если в квартире гражданина Сейчас, и сейчас температура уже достаточно низкая Средней дневной Отопления нет И это повлекло Либо перерасход электрической энергии На отопление Либо человек заболел И тратится на восстановление своего здоровья Ну, конечно, можно предъявлять Подобного рода требования Нашим коммунальщикам Ресурсоснабжающим организациям А это надо вот идти в процессе Прямо вот сразу же в суд надо идти? Ну, сначала нужно собрать документы И понять, по чьей вине Да, нужно в любом случае понять По чьей вине Значит, на какую сумму причинен ущерб Оформить претензию Отправить виновному лицу Я бы начинал все-таки Если речь идет о непосредственно Перебоев теплоснабжения Непосредственно к КТК Или к управляющей компании Если в доме все готово Управляющая компания Управляющая компания Сама по себе Не занимается организацией теплоснабжения Теплоснабжения у нас все-таки Централизованные Да, но бывает так, что тепло в дом не подается Потому что в доме что-то сломалось Или не готово Ну, это надо Вот это отдельно нужно устанавливать Просто пока, насколько я понимаю В городе проблема все-таки С централизованной подачей тепла С состоянием тех сетей По которым это тепло И должно с ТЭС поступать В дома кировчан Ну, приходили, конечно, да Представители КТК Нам рассказывали Не просто было с ремонтами в этом году И вообще там, видимо А дальше лучше не будет Сети, они ведь, извините, у нас стареют Да ладно, подождите, концессия У нас концессия Подождите, может быть, все хорошо будет еще Мы можем по концессии Отдельно с вами поговорить На примере, например, ККС и водоканала Да, поговорим обязательно Не знаю, сейчас или нет Сейчас в перерыве выясним Перерыв Программа «Особое мнение» продолжается Яна Чепотарев В нашей студии Юриста Мы продолжаем Про концессию я поняла Что мы так, насколько, наверное, эту тему не разберем Не так много времени осталось Лучше собрать отдельный эфир Вот, а мы, наверное, продолжим По нашему плану И есть одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить Не знаю, насколько вы в нее включены Видели, вы не видели Но вот эта вот история с зданием Которое строится в овраге Засора Которое когда-то нам обещали Что станет каким-то культурно-медицинским Культурно-оздоровительным центром Потом стройка зависла И вот этот жуткий недострой Прямо в историческом вот этом вот нашем вот пространстве На склоне оврага Несколько лет висит под окнами Между прочим, моей коллеге Светланы Заньковой У нее как высунешься из окна Там вот этот вот ужас В котором собираются бомжи В котором подростки пьют пиво Я там проезжаю два раза в день минимум Да, это ужасно И вот, собственно говоря, вроде бы как Владельцы хотят продать этот объект Недостроенный За 39 миллионов рублей Здание готово на 75 процентов Его площадь почти полторы тысячи квадратных метров Земля под ним арендована у города При этом При этом не очень вообще понятно Кто сможет его купить И что сможет там сделать Потому что, насколько я понимаю Несколько менялось законодательство И сейчас вот в таких вот местах Как овраг Засора Невозможно строить вообще капитальных каких-то объектов Возможно только не стационарные Ну, тем не менее Закон обратной силы не имеет Разрешения на строительство Муниципалитетам действительно выдавалось Я более-менее в курсе этой ситуации И проблемы у нынешнего собственника Начались По моим данным Оговорюсь Как раз потому, что В ходе строительства Была предпринята попытка Изменить целевое назначение Земельного участка И Саму идею строительства Это собственником была предпринята попытка? По моим данным Так, да Мы не утверждаем ничего Первоначально разрешение действительно выдавалось Под строительство Оздоровительного центра Имеющего спортивное Рекреационное назначение И в последующем, как мне говорят Была предпринята попытка Изменить разрешительную документацию С тем, чтобы на месте Оврага засора Появился многофункциональное здание Которое можно использовать И под офисные помещения И под торговлю И под развлекательные какие-то учреждения Не получилось Город не пошел навстречу В отличие от Парка Победы Наверное, выводы какие-то были сделаны И, соответственно, стройка начала давать сбои В настоящий момент Там можно продолжить строительство И возвести тот объект Который планировалось возвести изначально То есть оздоровительный культурный центр И больше ничего Найдется ли инвестор Который готов будет заплатить Немалую денежную сумму За приобретение вот этого недостроя Вложить туда еще не меньшую сумму При том, что С парковками в Овраге проблема Подъехать в Овраг к этому центру Весьма проблематично Еще непонятно, что там с коммуникациями С коммуникациями большие проблемы И прочие вещи Но, опять же, если инвестор найдется Деньги решают все А найдется инвестор на нашем сейчас Не очень активном рынке, я бы так сказала Рынок недвижимости очень неактивен Но за исключением, конечно, каких-то уникальных объектов Которые в Кирове тоже есть И на которых всегда был спрос Но я думаю, что Овраг засора И вот этот недострой Где собираются разного рода забавные Ассоциальные личности К таким объектам точно не относятся Не относятся То есть можно предположить, что процесс продажи затянется Ну, если он будет затягиваться очень долго С течением времени администрация Может инициировать вопрос О сносе данного объекта Никто не может Выстроив несколько кирпичей Быть уверенным в том, что администрация Разрешит при истекшем сроке договора аренды Продолжать занимать муниципальную землю И использовать ее вне целевого назначения Если этот земельный участок был выделен для строительства И строительство не ведется Ну, может запросто ставиться вопрос О сносе того объекта Который был начат Но не завершен до конца Я вот вспоминаю, что примерно год назад Мы в этой студии как раз об этом говорили Что вроде как депутаты городской думы Как раз, по-моему, через них это проходило Приняли решение о том, что Если собственник недостроя в течение какого-то времени Все-таки не завершает объект И работы на объекте не ведутся То власти будут иметь право его снести Но примеров я не видела, честно говоря Ну, власти имеют Да что вы, есть Ну, не такие, конечно Не яркие Не такие громкие Незаметные Есть, есть Значит, и депутаты здесь, по большому счету, ни при чем Подобного рода Администрации Да, подобного рода право Предоставлено городской администрации В силу земельного, в силу градостроительного кодекса в России Поэтому здесь достаточно просто понимания ситуации И желания как-то приземлить эту тему Как-то приземлить Ладно, подождем, посмотрим Продадут, не продадут за 39 миллионов Объект в овраге за 40 Еще одна тема, которую тоже хотела попросить вас прокомментировать Это история с городом Слободским Хороший город в 35 километрах от нашего города Красивый город, да Совершенно верно Музей там хорошее Совершенно верно Вот И, собственно говоря, тема эта Вышла в публичное поле недавно На самом деле, еще в прошлую среду 18 сентября В Слободском прошло открытое заседание Гурдумы И большинство депутатов приняли решение О возвращении исторических названий Нескольким улицам В результате улица Ленина превратилась в Рождественскую Володарского, в Екатериненскую Свердлова, в Пушкина Вот Общественники отметили, что это второй Далеко не последний этап переименования улицы в городе Тоже был такой Ну, скажем так Спор, не спор Может быть, на уровне Кирова он был не очень заметный Но говорят, когда были общественные слушания Там достаточно жарко Это все обсуждалось Возвращать, не возвращать Вот Понятно, что церковь Выступала на стороне Возвращения исторических названий Депутаты Представители в том числе КПРФ Как я понимаю Они были против Ну, лично мое мнение Я только приветствую подобного рода инициативу Я вообще полагаю О том, что Нужно возвращать и городам И улицам Исторические названия А то, что это вот такой конфликт В обществе вызывает Вот тут смотрите Николай Дубравин Если вот мне память не изменяет Я на Ньюслере, по-моему, читала И тогда он чуть ли не сотрудников ФСБ призывал Обратить внимание на происходящее в Слободском Говорит, нам в городе нужна сплоченность и спокойствие А не раскол в обществе Как это было в 1917 году Ну, строим мы в свое время ходили В период с 1917 по 1991 год Мне лично хватило Я все-таки полагаю, что и Киров должен быть Вяткой И улицы в Слободском должны называться так, как они назывались до 1917 года И город Калининград следовало бы назвать все-таки Кенигсбергом Да ладно, сейчас Честно, вот мне считается, что это правильно абсолютно Михаил Иванович Калинин не заслужил Там от Кенигсберга-то ничего, Елена Евгеньевич, почти не осталось Осталось чуть-чуть Чуть-чуть? Чуть-чуть, одно осталось Понятно Где-нибудь в окрестностях, наверное, города, да? Ну, смотри, красивое название было Королевский город А сейчас что такое? Ленинград Во всяком случае, ну, давайте уж тогда, собственно говоря И Ленинград вернем На мой взгляд, возврат исторических наименований к городам, улицам Это вещь абсолютно правильная Тем более, что в советское время, простите, очень часто Фамилии разного рода деятелей, которые были крайне неоднозначны и зачастую одиозны, присваивались без должного разбора И во всяком случае, ну, слушайте, ну, вот, многие люди даже не знают, что такое МОПР Вот у нас улица МОПР Да, все думают, что это человек Да, 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 да Ну, не все, но хорошо, многие думают, что это человек Кто такой Маклин, никто не знает Да, и что на самом деле он Маклин Да, да, да То есть здесь, как минимум, это вопрос, который следует разбирать Я не настаиваю на сплошном и безразборном переименовании Нужно просто этот вопрос ставить и спрашивать мнение общественности Во всяком случае, если большинство горожан считает, что не желают жить в городе Кирове Ну, давайте с этим мириться Если большинство будет считать, что мы хотим жить в Вятке Точно так же нужно подчиняться воле горожан Я вам, знаете, что скажу? Вот пример наших эфиров, которые мы делали, в том числе и по возвращении исторического названия к городу Кирову Когда эта тема еще обсуждалась, еще при Никите Юрьевиче И им же, собственно, была запущена, а потом и остановлена, да, когда он увидел, какой разнос и разброс мнений Не довел до конца Вот, и тему переименования, возвращения исторических названий улицам в городе Кирове Мы тоже обсуждали в этих эфирах Так вот, примеры звонков наших слушателей, которые всегда очень активно в этом участвовали, да Он мне дает примерный расклад 50 на 50 И в таком случае непонятно, а каким образом вообще решать? Это референдум надо проводить? Нет, я бы создал просто отдельную комиссию по переименованию Так Значит, может быть, провел какие-то социологические исследования Просто нельзя под гребенку всех стричь Нельзя сразу сказать, что вот все советские названия удалить и забыть, вычеркнуть из памяти Нужно разбираться с каждым по отдельности А вы больше за персоналией, за их сохранение? Или больше за сохранение каких-нибудь там, ну, нейтральных таких названий? Улица Октябрьская, например Ну, улица Октябрьская мне не мешает Не мешает А вот я бы, например, очень хотел, чтобы в Киров вернулась улица Никольская Улица Никольская, понятно То есть Ленина уберил? Мне вот не нравится, мне Никольская больше нравится Подожди, Никольская ли? Она Николаевская? Николаевская Мы про Ленина говорим, я правильно понимаю, да? Значит, точно так же А может и Никольская? Так, я уже вот запуталась все И я запутался Так, хорошо Во всяком случае, Октябрьский проспект мне не мешает Хотя, если покопаться, ну, гласисное тоже неплохо В каждом отдельном случае нужно разбираться Есть ведь у нас совет по топонимике, по-моему Есть, есть Изучить отдельно общественное мнение жителей города Кирова было бы не лишним Точно так же и мнение жителей города Слободского Но тогда довольных-то не будет Довольных всех не будет Нет, всегда, всегда абсолютно можно с уверенностью сказать, что 100% населения никогда солидарны не будут Кто должен оплачивать возможные расходы? Все равно они будут Вот как бы там ни говорили, что минимизируем вот это Городской бюджет формируем так-то мы все Понятно, из налогов И предприниматели, и граждане, и кто угодно Даже кошки и собаки участвуют в формировании городского бюджета В общем, если говорить о том, что к этой теме имеет смысл возвращаться и делать То делать это надо за бюджетные деньги Ну, естественно За бюджетные деньги Ян Чеботарев, юрист в нашей студии Мы на этом программе особое мнение завершаем Я Яну Евгеньевичу говорю спасибо, с ним прощаюсь, до свидания До свидания Да, и слушателям тоже до свидания Особое мнение на 101FM